Кукуруза — это ещё и пластик. Всем известный пластик. Люди не осознают, что мы живём в обществе пластика, где всё сделано из пластика. Ткань для нашей одежды, очки, часы и машины, на которых мы ездим. Большинство пластика делается из нефти. Но такой пластик не только потребляет до 10% мирового запаса нефти, он повышает глобальное потепление, и для его распада требуется более тысячи лет. Пластик повсюду. Он на свалках, в океане, он повсюду. Но кукуруза может всё это изменить. Пластик, сделанный из кукурузы, он биологически разлагается, нейтрален к углероду, его можно переработать и даже есть. Молекулы моростим там, и из них можно создать или растение, или пластиковую сумку, в которую пакуют еду. Сейчас мы начинаем очень серьёзный разговор о глобальном потеплении, о парниковом эффекте. Я верю, что биопластик — ответ на все вопросы, которые у нас есть. Но как превратить зерно кукурузы в пластиковую обертку? Всё дело в крахмале. В начале зёрна попадают в диоксид серы и в воду, и перемалываются. Далее смесь попадает в центрифугу. Чтобы отделить кукурузное масло от крахмала, остаётся практически чистый крахмал. Длинные цепи молекул углерода в кукурузном крахмале очень похожи на цепи углеродов пластики из нефтепродуктов. Теперь для создания пластика осталось всего несколько шагов. Нужно добавить лимонную кислоту, перемешать, и всё. Длинная цепь полимера — кирпичик для создания пластика. Шесть недель назад это была кукуруза в подщатке, а теперь это пластик. Теперь эти кукурузные полимерные шарики расплавят, и из них создадут различные биоразлагающиеся пластиковые продукты. То, что раньше было кукурузным зерном, сейчас вилка. И это нефига.